Сегодня абсолютно каждый мой рисунок в Майнкрафте будет становиться живым, что изменит раз и навсегда моё прохождение Майнкрафта и позволит мне создавать самые удивительные вещи. Однако, что случится, если я нарисую себя? Мне кажется, вы можете меня поздравить, потому что я нашёл дело всей своей жизни, и я хочу стать настоящим художником. Я нарисую чёрный квадрат и продам его за 3 миллиона. А если честно, то реально по какой-то ошибке мне дали какие-то инструменты для художников. Мне дали настоящую палитру, затем большой холст и мольберт. Фуксы палитры, я думаю, всем и так понятны. Это инструмент, на котором ты выбираешь цвета, которыми будешь рисовать. Затем большой холст, это то, на чём ты будешь рисовать. И мольберт, это та самая подставка, легендарная подставка для легендарных художников. То есть не меня. Как вы уже поняли, в этом ролике я могу нарисовать совершенно всё, что захочу, и всё, что я буду рисовать, оно будет становиться живым. То есть, например, я могу нарисовать себе робокопа, и он придёт в мир и меня арестует. Мы, кстати, появились около деревни, и судя по всему, раз всё, что я буду рисовать, будет становиться живым, нужно максимально аккуратно продумывать свои рисунки. Главное не нарисовать какой-нибудь астероид, который упадёт и, знаете, поглотит всю нашу землю. Поэтому давайте начнём с чего-то более-менее простого. Я ставлю мольберт и всё. У меня, знаете, отличное настроение, чтобы нарисовать какой-то шедевр. Я поставил наш холст, и теперь рисуем палитрой. Ведь у меня гигантский выбор цветов, боже мой, окей. Я могу нарисовать совершенно всё, что захочу, и я могу нарисовать, эм... Я закончил. Что вы говорите? Вы не понимаете, что я нарисовал, но ведь это шедевр. Ладно, давайте на всякий случай сотрём и нарисуем что-то очень-очень интересное. Например, самая странная мысль, что могла прийти художнику в голову в 7 утра. Знаете, что я придумал? Я нарисую свинью на скейтборде! Боже мой, что у меня пришло в голову? Как я вообще до этого додумался? Я не знаю как, но, видимо, знаете, во мне проснулись уже какие-то качества художников. Всё, я постепенно начинаю вырисовывать какую-то реальную свинью, которая будет каким-то образом стоять на скейтборде. Я даже не знаю, как мне это вообще пришло в голову, но знаете что, окей. Я думал сначала нарисовать ей просто глаза, потом нет. Я думаю, гораздо эпичнее будет нарисовать ей очки. Я не знаю, распознает ли вообще Майнкрафт, конечно, то, что это очки. Потому что пока что моя сегодня похожа на черепашку ниндзей. Стоп, мне кажется, или меня пытаются убить? О, нет, о, нет, меня пытаются убить. Уходи, уходи, не приближайся. Я так долго готовил свой рисунок, что за это время даже стимеялся быстро. Продолжаем наш художественный портрет. И, разумеется, главная вишенка на тортике, это сам скейтборд, на котором она каким-то образом ещё, наверное, будет кататься. Боже, бедная, бедная свинка. Какая же у тебя непростая жизнь, Жорик. Всё, мне кажется, этот художественный портрет совершенно готов. Это самое ужасное, что я когда-либо рисовал в своей жизни. Но мы с ним официально закончили. Я назову её Свинья Скейтборд. Итак, всё, нажимаем на надпись. Раз, два, три, и... О, боже мой, что? О, боже, нет. Нет, нет, я не готов в это верить. Я не готов в это верить. Я только что призвал реально какую-то свинью со скейтбордом. Вы только на неё посмотрите. Я ударил её, извините. Я вас ударила. Мистер Свин, простите меня, пожалуйста. Я только что призвал в мир. О, боже мой, у тебя такая же кепка, как я нарисовал. Что за ужас? Посмотрите на мой рисунок. И посмотрите на то, что я в итоге получил. Боже, какая ты странная. Она даже очень странно передвигается. Понятно, какой художник такой и рисунок. Боже, свинка, вернись ко мне обратно. Нужно срочно лечь спать. Мне нужно, прости, пожалуйста. Я, 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 я недолго. Я буквально на две минуты. Мне нужно быстро лечь поспать. Как минимум, чтобы убедиться, что мне это не приснилось. Потому что в моём дворе, извините, у меня огромная свинья, которая катается на скейтборде. Мамочки, мамочки, мамочки. Посмотрите, у неё даже очки реализованы. Какая же ты крутая. Мамма миа. Посмотрите на эту красавицу. Жорик, ты просто хорош. А скейтборд тоже не реализован. Скейтборд, какой он крутой. Смотрите, она реально ездит на скейтборде. Ладно, знаешь, что? Цоп, я могу на неё сесть. Я могу на неё сесть. Но я не могу ей управлять. По сути, это свинья. И для того, чтобы я мог управлять свиньёй, мне в теории нужна удочка с морковкой. Начнём с того, что мне не помешало бы для начала добыть себе хотя бы немного дерева. Буквально для одного верстака. Хотя бы ради приличия. И далее всё. Берём новый холст и начинаем рисовать по новой. Теперь, для того, чтобы переручить ту свинью на скейтборде, нам потребуется как минимум седло. Окей, давайте берём оранжевый цвет и начинаем рисовать седло. Пока что это больше похоже на какой-то оранжевый недожаренный стейк. Но знаете что? Я художник, я так вижу. Я сделаю вот такую линию и там внизу вроде какая-то такая чёрная круглая штучка. Всё. Теперь мы когда-то должны понять, что это седло. А рядом нам нужна ещё и удочка с морковкой. Удочку буду рисовать не так уж и просто, потому что места у меня осталось не так уж и много. Всё, вроде примерно так и выглядит. И так далее. Берём серый цвет. Всё. Во мне просыпается истинный художник. Доделываем финальные штрихи в виде нашей красивой морковочки. И, надеюсь, Майкрафт поймёт, что я нарисовал. Это не какой-то ужастик. Это обычная удочка с морковкой. Всё. Вроде бы как я завершил свой гениальный рисунок. Нажимаю теперь готово и пишу. Это седло и... Удачка. Всё. Нажимаем готово и, пожалуйста, Майкрафт. Пойми, есть. Он мне выдал удочку с морковкой. И выдал мне седло. Отлично. Всё. Майкрафт, спасибо тебе. Посмотрите на этот рисунок. Я могу сказать, что Майкрафт делает мне комплименты. Раз он распознаёт мои рисунки, значит, я слишком хорошо рисую. Хотя... Я, наверное, так хорошо рисую, что мне даже не хочется больше смотреть на свои рисунки. Удалить. Как бы там ни было, дорогой мой жорик, я уже к тебе иду. Итак, у меня имеется седло, которое я могу на тебя как-то поставить. Стоп, что? Я не могу поставить седло. Подождите. То есть, а как я им управляю? А, подождите. Я управляю им без седла. Мне даже не нужно было седло. Мне достаточно только удочки с морковкой. Какой же это странный жорик. Посмотрите, я управляю свиньёй на скейтборде. Это самое странное такси в Майкрафте. Но, как говорится, вызывайте. Вы получаете не только быструю поездку в любое ваше место назначения, но ещё и крутое развлечение. Правда, на этом мои гениальные идеи не заканчиваются, потому что у меня ещё полно странных и даже страшных идей, которые я хочу реализовать. И одну из них мы сделаем прямо сейчас. Внимание. Вы не поверите, что мне пришло в голову. Но у нас уже имеется свинья на скейтборде. Намасас, только сделай себе корову-вертолёт. Эм, вы думаете, я пошутил? Я не пошутил! Как бы страшно это не звучало, но на полном серьёзе. Мне пришла в мысль в голову, могу ли я оживить какую-нибудь корову-вертолёт? Например, смотрите, мы берём наш холст и нашу палитру, и начинаем рисовать корову, которую мы оживим, и сделаем её похожей на вертолёт. Я понимаю, что у меня много людей, которые наверняка любят коров, поэтому заранее прошу у вас прощения, как говорится. И знаете, что я могу сказать, что это необычная корова? Это корова, которая сбежала из психушки. Если честно, мне стыдно перед этой коровкой. И остался только один штрих для того, чтобы она стала настоящим вертолётом. Это добавить ей пропеллеры, о боже мой! Что я совершаю с бедной коровой? Простите меня, коровы. Итак, как мы сделаем пропеллер? По сути, мы рисуем просто какую-то штучку здесь сверху, и начинаем рисовать вертолётики вокруг неё. Бедная просто корова, что же ей приходится пережить? Всё, коровка, мне кажется, мы с тобой официально закончили, и ты готова отправляться в свой полёт. Я не уверен, что у меня, в принципе, получилось это реализовать, но более-менее это похоже на какие-то пропеллеры. И всё, я устал. Я нажимаю готово, я пишу корововертолёт. И если на мой канал в тебя не распознаешь, я реально обезжу. О боже мой, о боже мой, о боже мой! О нет! Что с её голосами? Это корова, и она улетает, куда вернись. Стой, стой, подожди, подожди, корова. Давай договоримся, корова, давай мы с тобой поговорим. Пожалуйста, спустись на землю. Она от меня улетает. Нет! Я не это имел в виду. Я не хотел, чтобы она от меня улетела. Я хотел улететь вместе с ней. Зачем я рисовал ей пропеллеры, на которых она же от меня не улетает. Корова, это в принципе ненормально. Смотрите, у неё реально сумасшедшие глаза. И у неё очень странная сидушка на спине, видимо. Это сидушка для её пропеллеров. Боже мой, что за ужас. Неужели она никогда не приземлится? Алло, пожалуйста, приземлись когда-нибудь. О нет, мне кажется, это будет первая корова, которую мы запустили в космос. И она никогда к нам не вернётся. Эх, я теперь никогда не получу космической говядины. Хотя, одну секундочку. Возможно, и получу, потому что у меня имеется ещё один холст. И корова, которая всё ещё летит вверх и вверх. Ладно, знаешь, что корова летит ввысь. А мы берём палитру и нарисуем космическую говядину. Окей. Для этого мы берём, по сути, обыкновенную рисуем говядину. И, я так понимаю, делаем ей какие-то линии. То есть, я не знаю, это, наверное, больше похоже на хлеб. Я не знаю, что вообще подумает Майнкарф, но вряд ли он поймёт, что это космическая говядина. Типа, давайте просто напишем говядина. Прости, моя красота, такой рисунок. Я не знаю, что ты подумаешь. О, подожди, он мне что-то выдал. Секундочку. О, мне было что-то очень странное. Это хлеб какой-то? Это нарисованная говядина. Да ладно, ты даже понял. О, ты даже понял, что это говядина, окей. Эта говядина выглядит гораздо круче, чем я нарисовал. Но давайте попробуем её съесть. И хопа. О май гад, вокруг меня летают теперь говядины. Что в этом мире происходит? Сначала свинья катается на скейтборде, потом я вместе с ней. Потом корову мы отправим в космос. Она всё ещё летит. И теперь говядины, которые летают вокруг меня. Ладно, я получил регенерацию и насыщенность. И в теории мы можем продолжать к следующему рисунку. Давайте хотя бы ради приличия сделаем верстак. Потому что в этом мире, конечно, мне немножко не до крафтов. У меня тут имеется свой особенный крафт, который создаёт мне предметы. Например, следующий предмет, который я бы нарисовал, это... Какой-то, знаете, суперспособность, какое-то супероружие или суперхорошая экипировка. Я всё-таки планирую ещё каким-то образом сегодня убивать эндердракона. И для этого мне бы не помешала либо хорошая броня, либо хорошее оружие, либо... И то, и другое. Мне пришла одна очень странная мысль. Я вообще не знаю, смогу ли я такое нарисовать. Но это очень-очень сложный, тяжёлый будет рисунок. Но я подумал, что у кого есть классная суперспособность, явно у Соника. Поэтому если я нарисую сейчас Соника, о боже мой. У меня получится получить ему какую-то суперскую скорость или... С таким рисунком скорее суперское разочарование. Если честно, я максимально не уверен в том, что я сейчас рисую. И я не уверен, рисую ли я какого-то бойца ММА или Соника. Но знаешь, что окей. Перекачали его немножко. Но вроде как получилось неплохо. Я не знаю, я даже уже не помню, как выглядит Соник. Но вроде у него какие-то ещё ушки тут что ли должны быть. Я не знаю, вроде бы я и закончил вообще. Просто чтобы вы могли сравнить его с оригиналом. Я вам покажу сейчас на экране какого-нибудь реального Соника. И сравните с моим рисунком. Боже, мне страшно. Нет, не сравнивайте. Лучше не сравнивайте, мне реально больно. Всё. Я закончил. Я за... Это ужасно. Это самая ужасная постройка. Я просто пишу, что это Соник, если что. Прошу тебя, Майнкрафт, не позорь меня. Я тебя умоляю. Так, всё, мы нарисовали его. Боже мой. Какой же это странный рисунок. Так, мы получили предмет. Мы получили предметы. О, боже мой. Майнкрафт каким-то образом распоздал, что... Я нарисовал Соника. Да ладно, стой. Он получился... Да ладно. Он, в принципе, даже получился похожим. Какой же это ужаснейший рисунок. Боже, не смотрите. Всё, ребята. Больше никогда не смотрите на мои рисунки. Мне становится реально стыдно. Итак, мы получили реально броню Соника. Правда, в моей версии у него есть руки. В его версии рук нет. Ну ладно, неважно. Давайте просто возьмём и наденем его на себя. И, наконец-то, мы теперь... О, устали Соником. Стоп. Мы получили реальное ускорение. И сзади на севере появляются какие-то голубые частицы. Вот это, конечно, я понимаю. Теперь у нас имеется ещё один очередной рисунок, который абсолютно бесполезен. Но далее я планирую создать самый, наверное, полезный и страшный рисунок в моей жизни. Потому что я хочу нарисовать себе настоящее гипероружие. Сначала мы ляжем спать для того, чтобы... О, прости, Джек. Я быстренько займу твою кроватку буквально на 2 минутки. Что такое? Эй, эй, Джек. Извини, что с твоей кроваткой не так? Ты что, заприватил её? Сколько раз я говорил не блокировать замками своей кровати? Быстренько ложимся спать. Кам... Меч бесконечности. Этот меч, скорее всего, знают все. Ведь это, наверное, один из самых могущественных, если даже не самый могущественный меч в мире. Поэтому, внимание, после этого рисунка, мне кажется, я стал просто непобедимым. Итак, начинаем, например, рисовать сначала рукоятку. И я полагаю, он должен быть весь жёлтым. Однако у него должны быть камни бесконечности. Камни бесконечности в теории должно быть 5. Поэтому мы вырисовываем специально отверстие, в которое будем засовывать, потом вырисовывать эти камни бесконечности. Получается, мы доделаем основу для нашего меча. И теперь берём внимание. Для начала, в самом верху у нас должен быть, получается, зелёный камень бесконечности. После него идёт фиолетовый. Потом, так, вроде как, дальше красный, если что. Окей, я надеюсь, я ничего не путаю, потому что было бы не очень прикольно. Дальше должен быть, скорее всего, оранжевый. И после него последний, это голубой или синий. Давайте, наверное, возьмём голубой. И сделаем вот такое, отлично. Теперь у нас почти готов наш меч. Осталось только ему слегка ещё укомплектовать, чтобы он выглядел ещё более могущественно. И ещё более серьёзно. Так, доделаем ему оранжевую водку. И вроде бы как я закончил. Я не уверен, что это похоже на меч бесконечности, но, по крайней мере, я старался. Сейчас мы посмотрим, какой меч бесконечности мне подарит Майнкрафт за такой рисунок. Всё, доделаем последний штрих. Это одна жёлтая точечка вот здесь. Это было важно. И теперь нажимаем готово и пишем здесь. Меч бесконечности. Нажимаем, следовательно, готово. И, внимание, о, что? Что происходит? О, боже мой. Что? Что это такое? Что здесь из-за тебя? Что это было? Подождите секундочку. Что это было? Что здесь вообще происходит? Почему я нарисовал этот меч? И вместо того, чтобы его получить, он теперь пытается меня убить. Между прочим, его только что убил Голем, но он почему-то возродился. Что с тобой не так, боже мой? Что за бред? Я нарисовал меч, и вместо того, чтобы его получить, он ожил. Теперь пытается меня убить. Пожалуйста, не приближайся ко мне, не приближайся ко мне, я знаю, ты опасен, я знаю, ты опасен. Не приближайся ко мне, боже мой. Сверху появилась какая-то плашка, где написано, меч набирает свою силу, и она ещё и постепенно пополняется. Кстати, я его потерял, или он меня потерял, я не знаю, где он, о, стоп, стоп, нет. Я вижу какие-то частицы, я вижу какие-то частицы, мне кажется, я его вижу. Стоп, куда он поделался? Вот он, окей. Этот меч со всеми рядом, и знаете что? Он вот-вот наберёт свою силу, мне надо быстрее его убить. Как я тебя убью, братан, как тебя убить, пожалуйста, ты же меч, у меня нет такого оружия. Подскажи мне, подскажи, о, о, боже мой, нет, это всё, это всё, это ужас. Что случилось? Он только что набрал свою силу и призвал заряженных криперов, которые будут теперь меня убивать. Всё, я понял, этот мир не для меня, я уже всё провалил здесь. Мне не стоило рисовать такой суперский меч, о, боже мой. В этом мире есть побочные эффекты, свинья, помоги мне. Тут огромный крипер, который теперь хочет меня убить. Стоп, мне кажется, он ещё не один. Тут целая армия этих криперов, и о, боже, всё, я понял. Мне срочно нужно оружие, которым я смогу вас всех убить, всё, окей, срочно. Мне нужно нарисовать какое-то гиперсуперское оружие, которое сможет победить этих чуваков раз и навсегда. Пожалуйста, друзья, не мешайте мне, боже мой, этот крипер, который сейчас всё взорвёт. Если ты взорвёшь мой мольберт, я тебе этого не прощу, поэтому давай так. Взорвись лучше где-нибудь здесь, чтобы я мог спокойно нарисовать оружие и вас всех уничтожить, окей. Надо придумать, какое оружие всех убят, давай, 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 взрывайся, 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 давай. И теперь всё, что у меня остаётся сделать, это нарисовать оружие, которое я смогу использовать против их. О боже мой, это было немножечко страшно Фух Окей, я жив, но мой мальбер Стоп, окей, мой маберт у меня в инвентаре Окей, холст на полу, всё Я уже подумал, что я всё потерял, но нет, всё пока что нормально Меня взорвал заряженный крипер, но не убил И теперь продолжаем Ставим холст в новом месте, новый холст И теперь рисуем срочно оружие Я уверен, что самое лучшее оружие, которое в любом случае должно справиться с этими чуваками Это крутой динамит Это огромный хороший ТНТ Или стоп, или несколько ТНТ И в теории я могу нарисовать несколько взрывчаток, наверное Я не знаю, что из этого получится, но в теории Я вроде бы как рисую взрывчатки И надеюсь, Майкратт это распознает Так, окей, чтобы это было больше похоже на ТНТ Давайте сделаем посередине такую штуку и напишем мне ТНТ О, мы не сможем, слишком мало места, окей Мы не сможем написать ТНТ, но мы сделаем такой рисунок, напоминающий динамит Я надеюсь, Майкратт поймёт, что я нарисовал Но вроде как, лично для меня это в целом Немного похоже на динамит Можно было бы ещё немного жёлтого цвета куда-то добавить И всё, я думаю, что мой рисунок готов И пока меня никто не зарвал, срочно вызывай подкрепление там Взрывчатки Нажимаем готово и теперь О, я получил их, я получил есть Да ладно, я получил три взрывчатки И, оу май гад, они выглядят гораздо лучше, чем я нарисовал Всё, что мне теперь осталось сделать, это найти Найти этих злодеев, которые где-то здесь Затаились в нашей деревне и пытаются меня убить Стоп, где они здесь спрятались? Я бы мог, конечно, нарисовать дробовик, но, оу май гад Я их нашёл, окей, они все здесь в сборе Много заряженных криперов и меч бесконечности, окей Знаете что? У меня есть только одна попытка Использовать эти тенти, это три динамита Которые в теории должны нанести достаточно урона Но, я не знаю, насколько сильно взрываются эти взрывчатки Вполне возможно, что этого будет недостаточно И мне придётся красить себе оружие Создавать или рисовать себе снайперскую винтовку Но пока что мы испытаем сначала это, окей Берём мы просто, я так понимаю, не знаю, ставим её и О, о, всё, всё, подожгли, бежим, 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 окей Мы подожгли этот динамит, просто бежим, бежим очень далеко Я не знаю, как всегда взрывается этот динамит На всякий случай, отбегаем и просто наблюдаем Просто смотрим издалека на всю эту картину И пока что, стоп, почему-то он не взрывается И меня это очень разораживает Почему не происходит никакого взрыва? Стоп, никого О, боже мой, что случилось? Мне кажется, случился взрыв Меня что-то коснуло и, о, божечки мой Я даже не услышал взрыва, но Посмотрите, какая тут огромная Преобразовалась, дырень Я даже не услышал этого взрыва, видимо Потому что я был слишком-слишком далеко Но посмотрите, вот это я понимаю, взрывчатки, всё Мы видео всех убили, я никого совершенно здесь не вижу И, о боже мой, надо спуститься вниз Надо спуститься, убедиться, что там никого не осталось В живых вроде никого не осталось И мы аккуратненько спускаемся вниз И, о боже мой, стоп, стоп, мне кажется, это уже предмет Это уже предмет, это уже не мог, всё Мне только что выпал меч бесконечности И отлично, наконец-таки, я могу его подобрать, есть Мы всё это время, друзья, сражались с этим мечом Для того, чтобы в итоге его получить Вы просто посмотрите на эту эпичную махину Йоу, вот это, я понимаю, ради этого стоило сражаться Так что, у меня появляется какая-то надпись, типа Выбрана способность замедления времени Интересно, как работает замедление времени То есть, вот я пришёл, например, в деревню И я могу, например, нажать куда-то, чтобы замедлить время Стоп, что, секундочку, мне кажется, я абсолютно замедлил время Смотрите, они не двигаются Они не двигаются или они двигаются, но очень и очень медленно Ооо, вы только посмотрите, как медленно передвигается это время Боже мой, ты никогда в жизни такими темпами до меня не дойдёшь Затем я могу убрать замедление времени Ой-ой-ой, что-то, у вас слишком много, друзья мои Нет-нет-нет, я не готов Крипер, пожалуйста, замедлитесь Вот так вы выглядите гораздо милее Всё, ладно, идём дальше У меня, видимо, имеется не только односпособность Наверное, я могу каким-то образом их ещё переключать Например, после замедления времени у нас также имеется Точное попадание и также Кража жизни Окей, давайте проверим, что у меня делать к краже жизни Я бью, например, одного зомбаря И что происходит? Что происходит? Расскажи мне, мне кажется, я получаю их жизни или что? Да, смотрите, после каждого моего убийства Внимание, я убиваю этого скелета и мне пополняется Плюс одно сердечко Такими темпами после каждого убийства Если я буду получать одно сердечко Я стану очень-очень жизнеспособным человеком Всё, у меня плюс пять сердечек Отлично И также у меня имеется ещё Точное попадание Окей, пора бы проверить, что у меня делать точное попадание То есть, например, могу я стрелять Ооо, секундочку Ооо май га Смотрите, внимание Передо мной появляется мой меч бесконечности И я могу прицелиться, куда захожу Ооо, нет, скелет, просто беги, скелетрончик Беги, жесть Вот это, ребята, вы видели? Вы это видели, ребята? Точное попадание Это что-то с чем-то Я просто беру Прицеливаюсь своим мечом Стреляю в этого зомбаря И всех уничтожаю А ещё, мне кажется, случайно уничтожил одного жителя Прости Далее я бы скрафтил себе какую-нибудь крутую кирку Потому что мне бы не помешало как минимум отправиться в шахту Добыть все нормальных ресурсов Или могу, в принципе, эти ресурсы, наверное, нарисовать Но давайте начнём с того, что мы нарисуем себе обыкновенную кирку Зачем в этом мире тратить время на крафты и на что-то ещё, когда можно просто всё нарисовать То есть, внимание, мы берём и рисуем кирку, правда Наверное, в моём исполнении это будет очень странная-странная кирка Хотя, в принципе, мы можем как раз-таки специально сделать какую-то очень странную терминаторскую кирку К примеру, вот у нас имеется вроде как обыкновенная, примерно, алмазная кирка И мы можем немножко её усовершенствовать Например, добавить ей что-то очень странное Какой-то очень странный крюк, боже мой Если Майкрафт поймёт, что это кирка, а не какое-то орудие для убийства Я ему реально респектану Пока что это больше похоже, но я не знаю, что Это какая-то коса, топор, лопата, мотыга и всё в одном Я решил немного усовершенствовать свой портрет А то боюсь, что Майкрафт вообще не поймёт даже, что я нарисовал И в итоге ничего мне не выдаст Но, вроде как, теперь мы готовы Нажимаем готово и напишем тебе, наверное, какая-нибудь кривая кирка И посмотрим теперь, что мы получим Йоу, мы получаем кирку и... О, боже мой Мы получаем кривую кирку Что это? Извините меня такое Она очень-очень сильно похожа на то, что я нарисовал Боже мой, это просто один в один Правда, наверное, это первый рисунок, который мне кажется, что я нарисовал даже красивее, чем получилось в результате Что умеет делать кривая кирка Как бы странно это ни звучало, но мы реально это сделали Мы добываем её блоки Вроде как пока что всё нормально Мы её кидаем Йоу, я на он, она бросается, окей Мы можем кидать её бесконечно вперёд Мама моя, посмотрите, куда она летит Куда? Она всё ещё летит? Да ладно, она просто бесконечно летит вперёд Вот это я понимаю орудие Просто берёшь, тянешь овечку Овечка улетает, блоки улетают Ладно, окей, мобы не умирают Эта кирка любит животных, но при этом она очень хорошо разрушает все блоки Короче, кирка это просто идеально для копания в шахте для ленивых Потому что ты просто пришёл в шахту, через 30 секунд у тебя уже как минимум 100 калмазов Хотя мне алмазы не сильно такие нужны, потому что в теории я могу их просто нарисовать И знаете что? Я могу нарисовать ещё что-то очень безбашенное В теории я нарисовал уже мобов Я нарисовал уже блоки, предметы, оружие Но что будет, если я нарисую какого-нибудь популярного ютубера? Стоп, это уже интересно Так, берём Надеваем новый холст И теперь, внимание Мы можем нарисовать здесь какого-нибудь ютубера И мне очень интересно узнать, что от этого случится Возможно, этот ютубер появится в нашем мире А возможно, Майнкрафт не поймёт о чём я И подарит мне какой-то непонятный предмет Но, мы, по крайней мере, попытаемся Я даже знаю, кого я нарисую Возможно, вы сможете догадаться, судя по цвету скина, который я рисую Это будет такая игра Угадай, ютубер, и как вы уже поняли Я думаю, вы уже поняли Я рисую ютубера компота, окей Я не уверен, что прям на 100% хорошо нарисую его скин Но, по крайней мере, я попытаюсь Я здесь делаю ему футболку Хотя, вроде, оно у него должно быть белое, но белое, если я нарисую, это просто не будет видно И дальше нужно каким-то образом нарисовать его лицо Прости меня, конечно, компот Но мне кажется, что это просто ужасно Мне кажется, я, как минимум, переборщил немного с шириной его тела И знаете что? Окей, я всё-таки не художник Из меня художник такой же, как балерина То есть, никакой И в теории, я вроде бы как даже закончил Хотя, стоп, нет Всё-таки, внутри эту кофточку я хочу взять белого цвета Вот, теперь она гораздо больше будет похожа на компота и Майнкрафт Я уверен, что ты его знаешь Всё, нажимаем готовый, пожалуйста Майнкрафт, не разочаруй меня Я специально напишу для тебя Это компот Ни с кем, пожалуйста, не перепутай всё Мы это сделали О май гад, что? Что происходит? Что? Здесь у меня происходит? Что за жители упали с небес? Ребята, я нарисовал компота Аааа... Там только что был компот Серьёзно? Наши деньги Да, серьёзно Что, извините, у меня происходит? Только что с небес упали жители И это реально компот Окей, ааа... Стоп, он живой? О боже мой, он живой? Секундочку, компот Здравствуйте Что здесь происходит? Тут огромное количество жителей упали вместе с ним Ребята, а вы что тут, собственно, делаете? Здравствуйте, здравствуйте Да, всем привет Что тут делают жители с компотом? Здравствуйте Я вас всё-таки нарисовал И вас Майнкрафт реально распознал Правда, я не уверен, что тут именно жители делают Типа, может быть, это его охрана? Они все свалились с небес Окей, это очень-очень странно Смотри, этот ролик становится ещё более странным с каждой минутой Да, и здравствуйте, охранники Меня бить не нужно Я компота уважаю Так, компот, а что мне с тобой делать? Теперь я тебя нарисовал Вау Я могу с тобой обменяться? О боже мой Я не могу торговаться с его жителями Но я могу торговаться с самим компотом И секундочку Он за изумруды отдаёт мне Нанять лесорубов на работу Нанять шахтёров на работу Нанять строителей на работу Выкупить всех жителей Умереть от жителей Гениально То есть вы хотите сказать, что я могу теперь с компотом обмениваться И нанять его жителей на работу? Жесть Это звучит слишком-слишком круто Хорошо Мне срочно нужны изумруды Чтобы нанять его жителей на работу Я могу, не знаю, нанять лесорубов, шахтёров, строителей Могу их полностью выкупить у него Жесть Что это такое? В этих домах обычно должны быть изумруды Есть Так, 2-4 изумруда Окей 4 изумруда у меня уже есть Я не знаю, есть ли тут ещё какие-либо сундуки Но вполне себе возможно Окей, всё 4 изумруда В принципе, давайте попытаемся что-нибудь у них купить И мне интересно нанять его жителей на работу Дорогие друзья Прямо сейчас я найму вас на свою работу Если компот, конечно, будет не против И так, компот, спасибо, что предоставляешь своих жителей нам И так За 4 изумруда я могу, в принципе, нанять строителей на работу Окей, давайте попробуем Меня пытаются убить Эй, друзья мои А можно ли нанять охрану, пожалуйста? Меня тут пытаются убить эти маленькие-маленькие зомби В общем, я покупаю компота как раз-таки и нанять строителей на работу Всё Мы получили эту эмблему И теперь, в теории, если я по ней нажму Они, наверное, будут за меня что-то строить Боже мой Это звучит очень круто Давайте поднимемся немного повыше И будем наблюдать за тем, как они будут строить Итак, внимание, на счёт 3 Да начнётся стро... Заново поднимаемся Итак, да начнётся, дорогие мои друзья Строительство на счёт 3 Раз, два, три Нанять строителей на работу О май гад О май гад Что происходит? Что они строят? Что вы строите? Я не понимаю Они начинают расставлять никакие непонятные блоки И создавать какие-то постройки А что вы вообще создаёте, дорогие друзья? Они просто расставляют случайным образом блоки? Я, честное слово, разочарован Ладно, всё, мы поняли Мы поняли, насколько вы хорошая работа, дорогие Я не хочу больше вашей услуги, спасибо Лесорубы мне не нужны, а то вы мне ещё срубите весь мой лес Всё, ладно Я лучше пойду рисовать дальше Потому что если мы нарисовали компот И Майнкрафт его распоздал То в теории Я могу нарисовать себя Выламываем все последние блоки Забираем компота И теперь в следующей очереди Это Тумка Геймс И мне, если честно, страшно Что случится, если я сам себя нарисую? По крайней мере, меня радует то, что свой скин я знаю хорошо Поэтому вряд ли я нарисую его слишком-слишком плохо Я не буду говорить, что это идеально Но, по крайней мере, это уже неплохо Потому что вначале я примерно соблюдаю правильные пропорции И карагвы, если не ошибаюсь, у меня вроде как голубая обувь Если честно, я не ошибаюсь вроде Я уже в целом закончил основу И теперь осталось нарисовать самое интересное Оленёнка на моей футболке И, наверное, самое сложное Потому что я не знаю, как его нарисовать, окей Я примерно могу его нарисовать Возможно, у меня даже это получится Мне кажется, у меня что-то вырисовывается, окей Это более-менее похоже на оленя Теперь добавляем ему немножко красный носик здесь Затем чёрный глазик здесь И йоу! У нас вроде как даже неплохо получилось Конечно, цвета тут не такие идеальные, чтобы получилось очень хорошо Но знаете что? Если Майнкрафт не распознает меня, я обижусь по-настоящему Так что, Майнкрафт, будь осторожен Я пишу, если что, что это Тумка Не смей меня с кем-нибудь перепутать, пожалуйста И, о боже мой, что? Что? Прыг burnt О боже мой! Тумка, Тумка, Тумка Быстрее, спасаем! Спасаем, спасаем, спасаем! Боже мой! Я призвал тебя, но что со мной не так? Почему ты кронишься? Что с тобой не так, чувак? Эй-эй, Тумка, Тумка, очнись, пожалуйста Тумка вызывает планеты Земля Тумка вызывает планеты Земля Что с тобой не так? почему я нарисовал какого-то ребенка я вроде бы должен был нарисовать себя но вместо этого я получаю себя из прошлого что мне теперь с тобой делаю да извините их теперь стало двое я ударил своего сына мне кажется я плохой отец вообще произошло я ударил его и у него появился еще нику о боже мой стоп я бью его не добыть еще не клон еще не клон еще не клон о боже мне это не нравится это не смотрите на эта не смотрите на это он у мне кажется я слишком много теперь тумах я прямо сейчас создавсти портал нордер мир это будет нелегко но я постараюсь это как можно телепортироваться к得ро кону в теории мы можем нарисовать а телепорт в эндер портал сок это вообще сделать вы губ просто нарисовать по сути сам эндер портал все это время можно было смешивать цвета то есть тебе например оранжевый добавлять сюда давали что желтый и цвета постепенно меняются вот это конечно Вовремя нашёл открытие. Далее я пытаюсь создать блок, внутри которого будет эндерпортал. И я не уверен, что это, конечно, получится. Но, по крайней мере, можно всегда попытаться. Я попытаюсь изобразить здесь каким-то образом эндерпортал. Смешав чёрный цвет с серым. Добавляем ещё немного белых цветов. И всё. Я не знаю, что из этого получится. Но давайте просто обещаем, что это эндерпортал. Пожалуйста. Я знаю, что это было ужасно. Но как минимум, постарайся меня понять. Итак, о боже мой. Мы получили куда-то странный предмет. Это эндерпортал. И интересно, как этот блок может заменить мне эндерпортал. В теории, это просто один блок, который я только что нарисовал. И в итоге получил в Майнкрафте. Я могу его, наверное, поставить. И смотрите, что в этом блоке. Да! В нём как раз и эндерпортал. Всё, как я запланировал. Внутри этого блока эндерпортал. И я, в теории, могу таким образом переместиться в эндерпортал. Это будет очень странно, но, друзья мои, дорогие мои тумки. Мне нужно, чтобы вы все отправились вместе со мной. Вы мои дети. Мне нужна ваша помощь в убийстве эндердракона. Поэтому отправляюсь вместе с вами. Полагаю, в эндермир. Let's go. Такси не работает. Что происходит? Мне кажется, меня обманули. Что это происходит? Почему меня не телепортируют? Эй, друзья, подвиньтесь, подвиньтесь, пожалуйста. Меня почему-то не хочет телепортировать. Алло, попрыгай. О, всё, телепортировалось отлично. Это не с первого раза сработало, но главное, что сработало. Итак, даже мои дети все на месте. Тумки, здравствуйте. Я могу вас немного побить. Извините, но это во благо нашей с вами команды. Чтобы мы пополнялись. С каждым ударом нас становится всё больше и больше. И я думаю, пришло время отправляться вместе убивать эндер-дракона. Давайте, друзья мои, не стесняемся. Все идём за мной. Мы свергнем этого дракона с его поста. Итак, что мы для этого можем сделать? Я не знаю, будут ли они его бить, но в теории я, по крайней мере, попытаюсь его ударить. И, возможно, они мне все помогут. Пока я буду дождаться, как эндер-дракон будет снижаться, я немножечко ещё увеличу нашу команду. О, боже мой, наша семья пополняется с каждой миллисекундой. Вы только посмотрите, сколько нас уже и всё. Дракон снижается, и пришло время нанести ему один удар. Главное, чтобы он меня не убил. Нужно аккуратненько нанести по нему один удар, и всё, бежим. Дальше, мои друзья, Тумки, боже мой, что? Мне кажется, они пытаются его ударить, но он их откидывает. Вы просто на это посмотрите. Я использую точное попадание, чтобы стрелять в эндер-дракона. И Тумки в него стреляют своими стрелами. Я не знаю, от кого у вас стрелы, друзья, но вы мне нравитесь всё больше и больше. Итак, вперёд, друзья мои, на него. Вы отлично справляетесь, друзья. Просто продолжайте в том же духе. Стреляем в эндер-дракона, летс гоу. Вот это, понимаешь, суперудар от Тумок. И знаете, что? Пришло время убить его своим суперским мечом. Стреляем, и, о боже мой, в него не попали стрелы. Но посмотрите, сколько стрел уже застряло в этой стратосфере. Я просто увеличиваю свою армию ещё больше. Я беру свой меч в бесконечности и один разок стреляем в этого эндер-дракона. И всё, до свидания. Мы его просто уничтожили, и это было супер, супер эпично. Всё. Только что я и все мои друзья Тумки уничтожили эндер-дракона, и мы прошли майнкрафт в мире из рисунков, которые становятся живыми.